Всем привет! Сегодня в обзоре мы рассмотрим зум-версию одной из лучших плёночных мыльниц в истории. И это Olympus MGU2 Zoom 80. Не делюкс-версия. Расскажу по характеристикам, плюсы и минусы, где достать сколько стоит. Покажу примеры фотографий, где что посмотреть. И в конце покажу некоторые вещи о том, как ей упользоваться, чтобы вы вообще могли не обращаться к инструкции. Значит, что о ней хочется рассказать. Значит, это зум-версия мыльницы MGU2. Отличие состоит в том, что классическая MGU2 идёт с фикс-объективом, у которого фокус на расстоянии 35 мм. И светосила объектива, внимание, 2,8 мм. Это для плёночных мыльниц практически рекорд. Собственно, за счёт этого во многом она стала такой культовой. А зум-версия несколько отличается. У неё уже зум-объектив. Фокус на расстоянии изменяется от 38 мм до 80 мм. И, к сожалению, в данном случае пришлось пожертвовать светосилой объектива. Светосила объектива начинается с 4,5 мм. Но, тем не менее, это довольно неплохо для плёночной мыльницы. И, к тому же, оптика, используемая Olympus в серии этих камер MGU, всегда была на высоте. Камера полностью автоматическая. Понимает плёнку только через DX-коды с чувствительностью от 50 до 3200 в стандартном ряду. То есть 50, 100, 200, 400 и так далее, умножая на 2. Если зарядите плёнку с нестандартной чувствительностью, например, кодек Портер 160, то автоматика будет считать, что это плёнка ISO 100, допустим. То есть будет на ступень ниже всегда спускаться на ближайшую. Если зарядите катушку вообще без DX-кода, то автоматически плёнка будет считать, что там вставлена плёнка с чувствительностью 100. По поводу того, как подделывать DX-коды, если вдруг возникнет такая необходимость, я сделал отдельное видео, оно будет в ссылке в описании на моём канале. Одна из технических характеристик, которая сделала эту камеру довольно культовой, это инфракрасная активная фокусировка. Это значит, что в принципе этой камере по барабану снимаете вы днём при солнечном свете, при лампе или вообще в полной темноте, когда вы ничего не видите. То есть фокусировка работает в инфракрасном диапазоне, и это очень круто. Камера с фокусом никогда не ошибается, серьёзно. То есть я не знаю, какие условия нужно создать, какую композицию кадра сделать, чтобы она ошиблась с фокусировкой. Это первое. Второе, очень крутой замер экспозиции. Экспозиция замеряется тремя точками, которые по центру кадра по горизонтали расположены. И в принципе фокусировка также, причём фокусировка высчитывается средней. То есть если у вас расположено несколько объектов в кадре, и они на разном расстоянии, то он будет высчитывать среднее расстояние между всеми объектами. Таким образом, даже если сложная композиция, камера постарается сделать так, чтобы все эти объекты были в пределах глубины резкости. Но у инфракрасного замера есть свой минус. Она не может нормально фокусироваться через стекло, через какие-то прозрачные преграды. Но для этого именно в этой версии камеры разработчики дополнили одну функцию, о которой я расскажу позднее. Классическая MGU2 этой функции не имеет. И на классической MGU, к сожалению, не получится нормально сфоткать через стекло, фокусируясь на бесконечность. Она этого не позволит. Она тупо сфокусируется, скорее всего, на пыль на стекле, если стекло несколько нечистое и запылённое. У камеры очень крутая вспышка. На плёнке с чувствительностью 400 она работает до аж 8 метров заявлено. Но в действительности, судя по тому, как я смог попробовать, работает реально до 4 метров. И, скорее всего, это предел. Но работает клёво. К сожалению, мощность вспышки у неё не регулируется. Она фиксированная. Но экспозицию автоматика меняет с помощью закрытия диафрагмы. Поэтому, в принципе, и ночные фотографии на неё в каком-то преслабом освещении получаются довольно клёво. И тут она стоит на несколько голов выше большинства других плёночных мыльниц. Питается камера от батарейки CR123A, трёхвольтовая. Как заявляют пользователи, хватает её на 15-20 плёнок. Вообще, батарейка довольно ёмкая. Я думаю, что это правда. К сожалению, не было возможности столько отщёлкать на одну батарейку. Но уверен, что продержится долго. Ещё, камера является всепогодной. Эта наклейка говорит о том, что она защищена от брызг со всех сторон. То есть, она не боится дождя, не боится брызг. Если вдруг случайно что-то на неё даже прольёте. Но, естественно, окунать её в воду и нырять с ней, конечно же, нельзя. Более того, именно эта версия камеры имеет функцию впечатывания даты на плёнку. Это, возможно, кому-то покажется прикольной, необходимой. Её, если что, сразу говорю, её можно отключить. И более того, задавать разный формат впечатывания даты. Далее. Камера минимальной фокусировочной расстоянии 60 см. И так как это не зеркалка, то то изображение, которое вы видите в видоискателе, и то, которое попадает через объектив на плёнку, будет несколько отличаться по композиции за счёт эффекта параллакса. Разработчики это предусмотрели, поэтому в видоискателе есть отдельная рамка, пририсована, которая будет показывать именно ту композицию кадра, которая будет на плёнке при очень близкой фокусировке. Если фокусировка происходит от метра, от двух и до бесконечности, то, в принципе, всё будет приблизительно совпадать с основным видоискателем, с основной рамкой. Камера заряжает плёнку автоматически, перематывает автоматически, сматывает её автоматически, как только она заканчивается. Но также есть функция принудительной смотки, если тыкнуть на эту клавишу чем-то тонким и острым. Камера довольно громкая за счёт привода объектива. Готовится к съёмке она не очень быстро, что мне лично не очень нравится. Но я считаю это довольно медленно. И к тому же при изменении фокусного расстояния происходит это всё долго и реально громко. И звук мне это раздражает. Камера не боится холода. Проверено снимали где-то при плюс 10, никаких нареканий по работе не было. А в минус 25-30 возможностей поснимать не было. Но вообще, в принципе, для любой камеры это будут экстремальные условия. Камера очень лёгкая. Она реально компактная. Моя рука на самом деле небольшая. Держать в руке ей очень удобно. И носить с собой постоянно не составит труда. В отличие от какой-нибудь зеркалки, это уже Zenit или Canon E1, на которой я делал уже обзор. То есть, теперь я эту камеру всегда оттаскаю с собой. Ещё есть прикольные функции. Здесь есть ряд режимов работы вспышки и фокусировки. Значит, будет ссылка приложена на официальную инструкцию, где рассмотрены все эти режимы. Но хотел бы остановиться на нескольких. А вспышка автоматическая. Вспышку можно отключить. Вспышку можно использовать в качестве заполняющего света. Есть режим подавления эффекта красных глаз. Который, кстати, по-моему, не очень работает. По крайней мере, фотографии, которые сделал я, мне пришлось править глаза. Но это малая цена за клёвые фотки на самом деле. Поэтому не считаю это большой проблемой. Далее. Именно в этой модификации была решена проблема инфракрасной фокусировки на бесконечность через стекло. Здесь есть специальный режим, который говорит камере о том, что сейчас стоит принудительно, несмотря на её замеры, фокусироваться на бесконечность. Как раз если вы снимаете через стекло, и вам нужно сфокусироваться на бесконечность, ставите этот режим, и камера будет понимать, что да, перед ней, скорее всего, стоит стекло, и хозяина хочет, чтобы я сфокусировался на бесконечность. И всё будет хорошо. Оптика у этой камеры довольно прикольная. Даже несмотря на то, что этот объектив хуже, чем у классической MGU, ну, причём существенно хуже, то есть 4.5-2.8, есть большая разница. Несмотря на это, всё равно оптика довольно прикольная. Я покажу примеры фотографий, дам ссылочки на сообщество, посвящённое этой камере, где вы можете увидеть примеры фотографий с неё и с неё, и с MGU2 классической, и с других версий этой камеры, которых, кстати, было очень много, и Deluxe-версии, и, по-моему, Zoom 120 или 130 была, первая MGU, и так далее, и так далее. В общем, больше десятка, по-моему, модификаций, но мозги примерно у них все одинаково. Отличаются только объективом, впечатыванием даты, панорамным режимом и всякими прочими мелкими плюшками. Минус у этой оптики, у этого Zoom-объектива, наверное, два. Это, во-первых, он шумный, когда он меняет фокус на расстоянии, и второе. При максимальном фокусном расстоянии, приближаясь к 80 мм, он начинает несколько мылить картинку. К сожалению, это несколько портит впечатление, поэтому рекомендуется фотографировать на минимальном фокусном, или хотя бы, ну, примерно где-то до середины, но не на максимальном. Давайте рассмотрим базовые операции, как работать с камерой. Ну, начнём, естественно, с зарядки. Открываем сбоку. Сегодня зарядим АКФУ на 400. Попробуем поснимать в плохом освещении, в баре и так далее. Заряжается, кстати, довольно просто, то есть довольно сложно. А, вот, кстати, очень важный момент. То есть, вы когда плёнку туда вставили, катушку, верхнюю часть нужно как бы туда придавить до щелчка. Там она фиксируется. Далее плёнку нужно немножко вытащить, и там есть, вряд ли будет видно, там есть красная метка, до которой нужно дотянуть плёнку. Но как только камера вам попадёт в руки, вы её увидите и сразу поймёте. К сожалению, сейчас это снять просто невозможно. Всё, прижали плёнку, прижали катушку, всё, крепко стоит. Закрываем. Камера самостоятельно будет её сейчас заряжать, проверять. Всё, вроде зарядилась. Включаем. Если показывает единичку, значит плёнка заряжена правильно. И сейчас можно будет снять первый кадр. Если будет показываться значок Е, как я ранее показывал, значит плёнка не была заряжена или была заряжена неправильно. И нужно открывать крышку, перезаряжать заново. Значит, изменение фокусного расстояния понятно. Клавиша спуска имеет два положения. Это средний, когда вы фиксируете фокус и экспозицию, и дожимаете, чтобы сделать кадр. То есть, как вы понимаете, можно сфокусироваться на какой-то предмет по центру. То есть, фокусировка всегда экспозамер делаете по центру кадра. Замерились, потом поменяли композицию, как вам нужно. При этом сохраняя экспозицию. Далее. Режимы вспышки все меняются одной единственной клавишей. Вот этой. Режимы вспышки лучше прочитать в руководстве. Там более подробно описано. И тем более запоминать все нет необходимости. Я пользовался отключенной вспышкой, автоматической, заполнением. И всё. Пожалуй, всё. Значит, таймер. 12-секундный. Две клавиши для впечатывания даты. Одна из них задаёт режим. То есть, включена, выключена. И какой формат? Вот сейчас выключен. Сейчас какой-то другой формат. И так далее. Вторая клавиша для установки, собственно, даты. Как ими пользоваться? Я не разбирался. В руководстве всё это есть. Там ничего сложного. Чтобы закрыть камеру, ну, вы уже поняли. Просто закрываем. Как только будет плёнка отснята полностью, камера автоматически её смотает. То есть, никаких с этим проблем нет. Мотор доработает. Плёнка будет смотана. Всё остановится. Можно будет открывать крышку. Значит, рядом с видоискателем есть два светодиода. Зелёный и оранжевый. Зелёный и оранжевый показывают, насколько помню, автоматическую фокусировку режима. А зелёный – готовность вспышки. Или наоборот, оранжевый – это, по-моему. Рядом с видоискателем есть два светодиода. Оранжевый показывает готовность вспышки. Зелёный режим фокусировки автоматической. Пользы от них, на самом деле, никакой. Я никогда на них не смотрел. Потому что камера автоматическая. И если камера не может сфокусироваться на объект, на который вы навели, если сильно близко навести, то она не сработает. То есть она не будет фотографировать ту композицию, которую она не может измерить фокус или экспозицию. Камера на своём дисплее показывает режим работы вспышки, режим фокусировки бесконечности или нет. Вписывается дата, какая и какой формат. Пишется, какой сейчас будет снят по счёту кадр. То есть камера отсчитывает кадры. Если будет камера неправильно заряжена или вообще не заряжена, она будет показывать такую вот букву «Е». Теперь по ценам, где её раздобыть. По счастливой случайности мне удалось обменять две плитки шоколада на эту камеру. На eBay данную камеру по курсу доллара, вот на сегодняшний день, когда видео было опубликовано, эту камеру можно было на eBay приобрести в диапазоне цен от 2,5 тысяч рублей и до 4 в среднем. Но были экземпляры и за 6, и за 7 в полной комплектации с документами, коробкой, чехлом и всем остальным. Всё зависит от страны, от жадности покупок продавца и технического состояния, конечно. Теперь о результатах съёмки на этот фотоаппарат. В описании к видео есть несколько ссылок. Это на Flickr, на пул фотографий, сделанных на этот Olympus. И на официальное сообщество Olympus серии MGU, где можно посмотреть работы других ребят, что-то обсудить, задать вопросы, получить какую-то новую информацию. У меня получились следующие кадры. Это, конечно, только часть того, что я сделал, но по ним будет понятно. Приведённые примеры сделаны при очень разных условиях съёмки. Те, что сделаны на улице, были сделаны при очень невероятно ярком солнце, кругом снег. Всё это дело отражает, и тем не менее, камера нормально отработала экспозицию, то есть прикрыла диафрагму. Но на одном из кадров вы можете видеть такое, я не знаю, как это назвать, галла, наверное, вокруг, по краю объектива. Чем оно вызвано, неизвестно. То есть у меня несколько фотографий с тестовой плёнки были вот с таким вот артефактом. Возможно, это было вызвано контровым светом от солнца. Ну, вероятнее всего. По крайней мере, на ночных фотографиях у меня этого артефакта не было. Как с этим бороться? Не знаю. Я смотрел фотографии других ребят на этот аппарат. Такого момента я там не заметил. Возможно, это просто какой-то дефект именно моего экземпляра. Но, тем не менее, лично мне он не помешал. То есть, конечно, осадочек остался. Хотелось бы в идеальном состоянии камеру, но за две шоколадки обменять, в принципе, на работающий аппарат с таким приколом, почему бы и нет. Вторая часть фотографии в примере сделана была ночью. Причём в арке, в которой нет никаких источников света дополнительных. Просто хоть выколи глаз. Вспышка отработала нормально. Расстояние до объекта съёмки вы можете приблизительно оценить где-то от 2 до 6 метров. В принципе, нормально. Я полагаю, что обзор можно подводить к концу. Надеюсь, информация, которую я с вами поделился, окажется вам им интересной и полезной. Возможно, вы захотите приобрести эту камеру. Я думаю, это будет правильный выбор. Действительно, очень прикольная мыльница. Даже если вам попадётся Zoom-версия, всё равно довольно прикольный аппарат. Попадётся классическая MGU-2. Ну, не пожалейте копеечку. Всегда можно перепродать. Но, в конце концов, вам достанется крутая мыльница, которую можно всегда таскать с собой. Не жалко будет её обрызгать, взять с собой в путешествие и получить в итоге клёвые фотки. Ну, если, конечно, вы хотите снимать на плёнку. Если будут вопросы, оставляйте в комментариях. Все необходимые материалы, ссылки я оставил в описании. Также, если вам будет интересно посмотреть, какие-то мои работы на этот аппарат, на остальные какие-то мои аппараты, добро пожаловать в мой Инстаграм. Ссылочка, опять же, в описании. Всем спасибо! Пока!